Добрый вечер, с вами программа «Политика» и я, Наталья Марарь. ЦИК, как и ожидалось, не зарегистрировал инициативную группу «Момикс». Итак, уже второй раз инициативная группа граждан, которые пытаются организовать референдум об отмене новой избирательной системы, не получают поддержки от Центра избиркома. Сегодня ЦИК также проголосовал за назначение даты выборов в Кишиневе в Бельцах на 20 мая. Ну и поговорим, безусловно, об отставке пока еще не официальной министра юстиции Александра Танаси. Я приветствую в студию Штефана Глигра, главу инициативной группы «Номикс». Добрый вечер. Так будет легче. Инициативная группа по организации референдума об отмене смешанной системы. Виталий Андреевский, глава Института эффективной политики. Добрый вечер, добро пожаловать. Добрый вечер. Влад Кузьминский, исполнительный директор Института стратегических исследований. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожаловать на политику. Надо сразу же отметить, что я сегодня пыталась в очередной раз пригласить представителя Демпартии, а именно Сергея Сырбу, который участвовал в довольно активном диалоге на прошлой неделе на заседании комиссии юридической, на которой участвовал Штефан Глигер. Мне было бы очень интересно, как и многим нашим телезрителям, услышать повторение этого диалога здесь, в студию, но Сергей Сырбу, так же, как и пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамураль, не ответили на наше приглашение. Также я беседовала с главой ЦИК Алиной Руссу. Она мне сказала, что не сможет прийти, посоветовала связаться с пресс-службой. С пресс-службой я связалась, но, к сожалению, пресс-служба так никого нам и не выдвинула в качестве представителя ЦИКа. Поэтому мы оставили этих два стула свободными, просто чтобы напомнить людям, что мы каждый раз приглашаем. Почему не приходят, это уже, как говорится, вопросы не к нам. Для начала посмотрим репортаж, подготовленные нашими коллегами. Протестующие попытались войти в здание, чтобы присутствовать на открытом заседании. Полицейские заблокировали проход в Центральную избирательную комиссию. В самом начале заседания член ЦИК Сергей Гурдуза выразил недовольство в связи с отказом комиссии внести в повестку дня вопрос о регистрации инициативной группы. Еще один член ЦИК потребовал объяснений, почему здание окружено полицейскими. Я считаю, что это был инвитация группы в инициативе, чтобы репрезентации инспекторатуры и генерала полиции осуществить ордене публики. Сегодня члены инициативной группы обвинили руководство в узурпации власти в государстве. Ранее депутат Сергей Сырбу предложил комиссии отметить в своем заключении, что граждане могут инициировать консультативные референдумы, а не законодательные. Последнее вызвало недовольство представителей инициативной группы по проведению референдума. По их словам, руководство пытается полностью подчинить себе инициативной группы по проведению. Представители гражданского общества уверены, что ранее или поздно виновные ответят по закону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Сергей Сырбу отказался коментировать ситуацию. Смешанную избирательную систему приняли летом прошлого года вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. За проголосовали демократы, социалисты и группа ЕНПМ. Я была практически уверена, что Сергей Сырбу хотя бы ответит моим коллегам из отдела новостей, прокомментирует сегодняшнее решение ЦИК, но раз он и им не прокомментировал, мне не ответил, то тогда что поделать. Дьявол кроется в деталях. Я сегодня следила за заседанием ЦИК. Что мне показалось странным? Кроме того, что людей не пустили на заседание, мне показалось очень странным такое совпадение. Так вышло, что микрофон, в который говорили представители инициативной группы, не работал почти все заседание. Нет, он работал, он был очень хорошо. Но он работал очень плохо. Намеренно отмечен. Поэтому те, кто слушал, следил за заседанием через привеск ЕЛ, они слышали председателя ЦИКа очень хорошо, а вас очень плохо. Надо было, как говорится, вот так вот ухо к компьютеру прикладывать. Я думаю, что эти детали тоже имеют большое значение. Почему вдруг все микрофоны у них работали, а ваш нет? Нет. Господин Глигор, как вы в двух словах опишите то, что сегодня произошло? Ну, это... Как вам сказать? Чтобы не повторять то, что уже было сказано в репортаже. Для того, чтобы нас телезрители поняли, насколько отвратительным был сегодня этот опыт и как себя ведет этот ЦИК, нужно сказать следующее. Во-первых, они убрали половину стульев из зала заседаний для того, чтобы не дать возможность пройти большему количеству людей. И они дали указания целому отряду взводу полицейских, одетых в защитную форму, которые были во дворе и были перед зданием и по периметру здания и так далее, дали указание не пропускать больше того количества, сколько есть непосредственно мест в зале. Для того, чтобы уменьшить количество мест в зале, они впервые в истории заседания ЦИКа созвали весь аппарат на заседании. И все члены аппарата ЦИК сегодня сидели на заседании. Почему? Для того, чтобы те люди, которые пришли на публично открытое заседание так называемого ЦИКа... Сегодня мы шутили, что это ЦИК, на самом деле, а не ЦИК, через АР. Ограничили доступ, вот с целью для того, чтобы ограничить доступ людей на это заседание. А в чем проблема постоять стоя? Я была уверена, что в члене которого... В чем проблема не было, но людям полиция запретила входить в здание. Кроме этого, сегодня три члена ЦИК выразили очень четко нарушение правительства, процедурные и по существу. Я думаю, очень важно, чтобы люди знали имена этих людей. Имена этих людей это... Серджио Гурдуза, Василий Гавтон и Шарбан. И господин Шарбан, правильно. Это три достойных человека, которые сегодня вели себя очень вертикально, они вели себя очень профессионально, они изложили и отказались, изложили суть своего видения этого вопроса, который был сегодня поставлен, пятый вопрос в повестке дня ЦИКа в регистрации нашей группы. И они отказались участвовать в этом фарсе, который явно срежиссирован заранее и продуман, в принципе, до мелочей, в смысле того, что нам отказали абсолютно незаконно, не мотивировано, с нарушением Конституции положения избирательного кодекса, интерпретируя против народа, против граждан, которые являются носителями суверенитета, интерпретируя положение законодательства Совета Европы о правилах проведения изменений избирательных систем и избирательных материй электоралий, избирательных практик. И так далее. То есть это был фальс, это была имитация заседания. Для меня это был абсолютно ожидаемый результат. Если бы он не был ожидаемым, мы утром в 10 часов не созвали бы конференцию, на которой я зачитал статью 2 Конституции, в том числе положение узурпации власти как самым серьезным преступлением против народа. Почему это узурпация? По-вашему, поговорим чуть позже. Участвуют в процессе узурпации. Я сегодня писал о том, что фактически данное решение ЦИКа поставило точку в доказательном процессе факта узурпации власти в Республике Молдова. Я хочу отдельно на этом остановиться, но для начала... Останавливаемся об этом на этом отдельно. Я хочу для начала услышать мнение всех гостей в студии. Господин Кульминский, объясните мне, пожалуйста, логику. Вы всегда, кстати, очень хорошо с логикой дружите. В чем проблема разрешить инициативной группе, походить по стране, пособирать эти подписи? На самом деле это очень сложная процедура. Для начала нужно 200 тысяч подписей собрать, потом нужно организовать референдум. На референдуме должны проголосовать, я не помню, вы считали, около 900 тысяч, для того чтобы он состоялся. Почти миллион. Почти миллион. Это, на самом деле, практически нереализуемая задача. Так в чем была проблема? Позволить им, разрешить. Пусть играются. Европейцы довольны. Наталья, вы знаете, власти очень не нравятся неконтролируемые ею процессы. То есть этот процесс проконтролировать было бы тяжело, а даже и невозможно. Давайте мы с вами вспомним, какие обоснования приводились для того, чтобы поменять избирательную систему. Об этом уже многие забыли, потому что мы сейчас просто имеем дело со свершившимся фактом. А мы забыли о том, под каким соусом нам подавали необходимость избирательной системы. Люди смогут отзывать своего депутата. Абсолютно. Первое, что люди смогут отзывать своего депутата, потому что депутат проштрафился. Хотя, конечно, отзывать нужно в первую очередь тех депутатов. То есть у людей будет реча к прямой демократии в руках? Прямой демократии. Это очень точно сказали, Наталья. Это был первый и один из самых основных аргументов, что сейчас депутаты не подотчетны народу, а что в случае изменения избирательной системы вы получите возможность этих депутатов отзывать. Первый аргумент. Второй аргумент, под которым продавалось изменение избирательной системы, заключался в том, что диаспора Приднестровья и Гагаузия получит небывалое количество мест в парламенте. Это даже назвалось число 20 панатов. Итог. Диаспора, на самом деле, на этих выборах, она будет недопредставлена в достаточно большом объеме, как это происходило в Румынии. Ну и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что на самом деле эта инициативная группа, такой какой-то жизненной опасности для власти, не представляла. Но в рамках вот этого сбора подписей, конечно же, люди бы рассказывали и говорили бы о том, ребят, смотрите, под каким соусом вам эту избирательную систему продавали, и посмотрите, к чему мы в конечном итоге пришли. То есть на самом деле все те обещания, вернее, все те аргументы, которые мы обосновывали необходимость изменения избирательной системы, недействительные, потому что ничего из этих обещаний основных выполнено не было. И они бы, наверное, говорили бы о том, что изменили эту избирательную систему с одной единственной целью, о которой, кстати, тогда никто не говорил. А цель очень проста – сохранение за собой власти. И я думаю, что сейчас, к сожалению, огромному в Республике Молдова я все больше наблюдаю процесс, который в западных странах называется имитационной демократией. То есть вроде бы как-то формально и демократические институты сохраняются, они есть, но на самом деле… Но у людей не осталось никаких рычагов. Но на самом деле рычагов воздействия, влияния на принимаемые властью решения у людей не осталось. И вот я думаю, что на этот раз власть поступила именно так, потому что есть такая опасность, что людям будет очень подробно разъяснено, что изменение избирательной системы было совершено исключительно для того, чтобы кто-то удержал за собой власть, а вовсе не для того, чтобы дать народу возможность жить лучше, отзывать своих депутатов, чтобы дать представительство национальным меньшинствам, диаспоре и всем остальным, которые недопредставлены в Молдавском парламенте и так далее. Что все это на самом деле была витрина, бутафория, фикция, если хотите. Господин Андреевский, в чем проблема? Позволите, я согласен с Владом, что одной из причин могло быть то, что власть не хотела, чтобы явно как бы оппозиционные силы накануне выборов получили возможность провести предизбирательную кампанию под легитимностью подготовки референдума. То есть фактически вы подтверждаете, что власть имеет прямое влияние на Центр Сберковым, который должен принимать независимые решения? Давайте не будем ловить за слова. Я говорю вот то, что сказал Влад, я как бы развиваю эту мысль. С чем я не согласен, что вот эта аргументация, которую Влад производил, что вот она будет играть какую-то роль, я не думаю, что она играла бы какую-то особую роль, потому что это был один из пунктов о том, что можно будет отзывать депутатов, но этот пункт не прошел. То есть его вначале предложили, но он не прошел. Второе, что касается диаспоры... Но этот пункт вообще изначально был нереалистичным, потому что для этого надо менять Конституцию. Да. Как минимум. Ну, может быть, к этому еще и вернуться. Говорили на слушайте в парламенте, когда обсуждалось, об этом говорили. Второе, что касается диаспоры, не получила диаспора впервые, получила возможность выдвигать своих кандидатов, раньше этого вообще не было. Что касается того, что Гагаузия мало получила, но раньше вообще ничего не было. Сейчас хотя бы двух кандидатов, которые будут представлять гагаузскую землю, можно выдвинуть. Поэтому это такие спорные вопросы. Но самое главное, что я хочу сказать, что... Вот я хочу коллеге задать вопрос. Какое решение принял суд по отказу проводить референдум? Это процедура не такая быстрая, как вы себе представляете. Суда еще не было. Вы когда подали суд? Мы только должны... Нам, во-первых, ЦИП должен был дать ответ на наше предварительное заявление. Они уже 12-й день, как просрочили дату представления данного ответа, и они, по всей видимости, просто не дадут нам ответ на предварительное заявление. И по первой группе мы будем подавать на них в суд в этом месяце. У нас есть еще достаточно времени на это. И по второй группе мы также будем опротестовывать, делать предварительное заявление опротестовывать в суде. Я думаю, это... Сейчас, секундочку. Я понял ваш ответ. Я хочу продолжить мысль, потом вы выставите своими мнениями. Я думаю, это абсолютно нормальный процесс, чтобы это прошли молдавские суды, чтобы это потом прошло европейский суд, и чтобы было принято решение по этому вопросу. Это один путь, который... То есть люди должны отстоять свое право применять рычаг прямой демократии в европейском суде? Надо и так, и таким путем идти, если не получается, в ксилу разные правила. Ну, так вот через 20 минут. Сейчас, секундочку. Если не получилось тут, значит, надо добиваться через молдавский... Пока еще через молдавский суд надо добиваться. Пока еще не было обсуждения в молдавском суде. Это первое. А вам не очевидно, какое будет решение? Вот Домник Амануэль в 2016-м принял решение, неочевидное, и вот человеку больше не в системе. Мы с вами до передачи говорили, когда мы обсуждали тему, разрешат ли выборы 20 мая. Тоже были такие рассуждения. Но вам не очевидно, что перенесут обязательно и так далее. Мы вернемся к этой теме. Второе решение, второй подход, это если действительно есть большое количество недовольных, надо выводить людей на площади, на улицы, надо требовать, чтобы власть пошла на уступки. Это нормальный демократический путь. Дальше выходили на площадь в прошлом году. Как-то это не помогло. Вот они решили пойти совершенно законным путем. Сколько человек выходило? 50, 100? Они решили пойти совершенно законным путем. В Конституции прописано право на референдум. Наталья, 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 сейчас секундочку. Было решение ЦИКа отказать, да? Первое. А теперь второе. Да, второе решение. Прав ЦИК или не прав, я не могу сейчас обсуждать. У него своя правота, у ЦИКа своя правота, и у вас своя правота. Что мы сейчас будем обсуждать? Я неюбрус. Да нет, правота одна из секунд. Три члена ЦИКа сегодня открытым текстом говорили о том, что вообще решение неправильное. Ну хорошо, а сколько проголосовало за? Ну проголосовали остальные. Сколько? Шестеро из девяти. Шестеро из девяти. Три правы, шестеро неправы. Ну послушайте, у нас парламент тоже, у нас существует парламент, создано благодаря коррупционным схемам, и они голосуют за все, что угодно. Это теперь не значит, что парламент прав. Сейчас, секундочку, я закончу мысль. То есть, понимаете, дело в том, что мы можем говорить, что вот три правы, шесть неправы, да? Нет, мы можем говорить только о законе. То есть конституция, если избирательный кодекс, мы говорим о законе. Сейчас, секундочку. И соблюдение ЦИКом своих обязательств и компетенций. Перевышение ЦИК, да? Мы не можем повлиять на решение ЦИК. А ЦИК независим? Сейчас, секундочку. Насколько ЦИК зависим или независим? Ну откуда я знаю, зависим-независим? Как вы считаете, Александр Александрович, вы как профессиональный? Об этом говорил Сергий Гурдузо, который настоял на том, чтобы в текст решения было внесено старое решение Конституционного суда об этом. То есть, об этом говорил официальный член... Нет таких сейчас авторитетов, которые мы скажем, что вот это сказал этот, а я еще скажу, а вот это сказал Сырбу, и мы будем взвешивать, кто из них прав или не прав. ЦИК принял решение, он считает оно правильное, его можно оспорить по закону. Нет по закону, выводите людей на площади. Нет третий вариант, на выборах докажите, что эта власть плохая, побеждайте эту власть, меняйте ее и все. Другие пути нет. Господин Леский, хорошо, смотрите, но так вот если коротко. Ну, кроме главного поля, правового поля нет. Поэтому отправляйте этих людей. Понятно, что они должны будут пойти в суд, чтобы потом попасть в Европейский суд по правам человека, где возможно. Как бы вообще шанс им добиться справедливости есть, скорее всего, только там. В Молдове вряд ли они, у них эти шансы есть. А они добьются справедливости? Правового поля. Наталья, они добьются справедливости? Знаете, я не Европейский суд, но я считаю, что шансы велики. А если Европейский суд примет решение, что они неправы, вы согласитесь? Я обязательно об этом сделаю передачу. Согласитесь? Слушайте, конечно, потому что решение Европейского суда у нас... Будем ждать это решение. Да, но когда мы будем ждать этого 2-3 года? Если мы должны искать правду в Европейских институтах, может, все это сметем просто? Зачем? Это же несмыслено. Ну, нет проблем. Выводите людей на улицы. Сколько вывели тогда? 100 человек, да? Против этой... Последний протест, который сделал, было 10 тысяч. Вы просто считаете. Какой протест? Летом, в июле. Вы просто как-то забываете избирать. Сейчас, секундочку. Против избирательной системы? Против этой системы, да. Это где вы взяли 10 тысяч? Это всюду. Это есть видео. Да, это вот, которые дошли до... Это колонна километровая, многокилометровая колонна. До телецентра дошло. Я сейчас не буду с вами спорить, потому что вы кроете у меня время у него мало. Хорошо, 10 тысяч. А сколько населения в Молдове? Население миллион стопейки, наверное. Вы видите 100 тысяч, это все понятно будет. Все, наверное. Я думаю, что, конечно, есть большая разница между тем, когда используется админресурс... Это абсурдно. Денежный ресурс, медиаресурс. То есть, и люди свозятся на автобусах в центр, и другое дело, когда митинг организовывают представители гражданского общества, имея там 2-3 мегафона, но потом у вас появилась импровизированная сцена, ресурсы нельзя сравнивать. То есть, обвинять представителей гражданского общества в том, что у них не получается вывести людей. А вот покажите, докажите, ну это как минимум несправедливо, потому что есть группа небольшая граждан, которая второй раз пытается добиться своего конституционного права провести референдум. Для начала они просто хотят собрать подписи. Не факт, что они пройдут этот фильтр, потому что мы помним социал-демократов, на которые не пройдут этот фильтр. Я лично не против этого. Но, понимаете, вся система прет против этой маленькой группы граждан. Я хочу понять, почему вся система прет против вас. И так вообще с каждой инициативой, с каждой инициативой, которая хоть как-то не соответствует интересам этой системы, всех убивает. И из повестки дня. Ты не уносишь нас, я слава Богу. Каждая инициатива, которая выбивается из повестки дня и не соответствует планам, которые расписаны понедельно, помесячно, демократической партией, группой людей, которые ее контролируют, она будет останавливаться, ее будут останавливать на самых начальных этапах. Этот процесс вы абсолютно правы. Ну, Игорь, у нас реклама пришла, что мы здесь уважаем, так это вот этот святой закон. Рекламу нужно давать вовремя, иначе ее может стать меньше. Мы вернемся, запомните, пожалуйста, свою мысль. Скоро вернемся, оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию, продолжаем говорить о том, что сегодня ЦИК, как и ожидалось, не зарегистрировал инициативную группу NoMix. Господин Глигер, я вас привала. Давайте вернемся к сути этой проблемы. Суть в чем, с 2010 года в той или иной форме сначала Альянс за европейскую интеграцию, после этого его единственный представитель, который остался сегодня на ногах, это демократическая партия в главе с Владимиром Плохотниковым. Сначала уничтожили независимость судебной системы, распределяя посредством секретных протоколов судебные органы, правовые органы и так далее. А после этого Владимир Плохотнюк, будучи самым искусным, так скажем, борцом вне правил, конституционных и законных, каких хотите, уничтожил своих политических оппонентов. Но так как с 2010 года по сегодняшний день они успешно отмыли 22 миллиарда посредством судебной системы и финансово-банской системы Республики Молдовы, а также украли миллиарды резервов Национального банка, эти две невероятных преступления, беспрецедентные фактически, стоили им огромного политического капитала. От этого не отмоешься. Естественно, что в этом были замешаны все. Но послушайте, они говорят, что они к этому никакого отношения не имеют. Не важно, что они говорят. Суть проблемы, если мы анализируем и берем те доказательства, которые есть, этот процесс, он налицо. Теперь, для того, чтобы остаться у власти, у них не было никакого другого выхода, кроме как изменять избирательную систему, менять избирательную систему под себя. Потому что с популярностью 2-3%, у тебя нет ни шанса выиграть эти выборы. Демократическая партия запустила этот процесс в марте. А в феврале, примерно 17 февраля, моя организация опубликовала восьмистраничный анализ, который говорит следующее. У власти сегодняшней, у демократической партии нет другого выбора, кроме как менять избирательную систему под себя и уничтожать своих оппонентов. И поэтому мы попытались еще в феврале прошлого года поднять волну сопротивления. В 6 марта, если я не ошибаюсь, вышел господин Плохотнюк и сказал, что они выходят с инициативой у неноминальной системы, которая принесет нам новую политическую элиту и сменит их, тех, которые там, не знаю, что они там сделали, создали гибридное большинство в парламенте. Вот процессы, мы проанализировали все эти вещи, сказали, какие у нас есть опции, ну давайте, будем протестовать. Сделали протест, написали, изложили свое мнение Венецианской комиссии, Еврокомиссии и так далее. Мы даже получили ответ от председателя Еврокомиссии летом прошлого года, осенью прошлого года. Ну вы видите, что при сценарии протеста, в сценарии, есть два сценария фактически всего. Это цивилизованная власть, которая уважает своего избирателя и гражданина, который является источником ее легитимности. И если она уважает источник своей легитимности и подчиняется источнику своей легитimности, который является народ, которым является народ, никто другой, Тогда она выходит к протестующим и обсуждает с этими протестующими их претензии или их требования. Но наша власть, она не подответственна, она не подотчетна народу. Они не хотят отвечать перед народом, они создают параллельную реальность. Подождите, здесь это очень важный момент. И вот я об этом и говорю, я говорю о инструментах. Когда мы рассмотрели вариант протеста, мы поняли, что власть не хочет идти по принципу диалога, социального диалога, глубоко плевать на мнение народа. Мы поняли, что нужно рассматривать прямую демократию, так как народ является носителем суверенитета, его исполнителем. И без суверенитета власть ничто. И она сегодня ничто. Потому что у нее нет поддержки народа. И мы рассмотрели законодательство, то есть Конституцию, а также Избирательный кодекс, в котором есть целая глава, которая расписывает республиканский референдум. И сказали, вот мы будем делать республиканский референдум. Вас заблокировали, господин Григорьев. Что дальше? Нас заблокировали в два раза незаконно. Что это значит? Это значит, во-первых, что почти за год до выборов парламентских у всех политических актеров и у каждого гражданина Республики Молдова есть четкое понимание того, какими будут эти выборы. Это будут заангажированные, сманипулированные, запрограммированные выборы сегодня. Раз. А давайте спросим наших. Почему? Сейчас, подождите, давайте я закончу, потому что... Да, коротко, пожалуйста, чтобы не было. Почему? Потому что избирательная, центральная избирательная комиссия является тем органом, который должна организовывать и проводить и констатировать факт проведения этих выборов. Да? И учитывая то, что сегодня там сидят наемники демократической партии, люди, которые работают непосредственно на власть, на политическую, одну политическую партию. Несмотря, не важно, от кого они там, от социалистов или не важно, сегодня мы видели, кто эти люди, и как они себя ведут, и кому они подотчетны. Вот эти представители, члены ЦИКа фактически, да, будут, они являются гарантами хорошего проведения парламентских выборов. Я уже не говорю сейчас о системе самой, которая является основанием для манипуляции этих выборов. А я говорю именно о качественной составляющей, о неподотчетности этих выборов. Я предлагаю здесь прерваться, потому что мне важно понять мнение господина Кульминского и господина Андреевского. Согласны ли вы с тем, что у нас есть теперь четкое доказательство того, что этот ЦИК не в состоянии будет провести свободные демократические выборы? Ну, это было понятно давно. Я не думаю, что сегодня была какая-то последняя капля. Конечно, на самом деле все обстоит намного сложнее. Я говорил, что в Молдове существует то, что называют в западной политологии имитационной демократии. То есть тогда, когда определенный налет или, скажем, внешнюю оболочку демократических процессов сохраняют, но при этом внутри по содержанию эти протесты, конечно, не демократичны, а авторитарны. Наталья, посмотрите вообще, о чем мы начинаем говорить сегодня. На мой взгляд, вот это самое страшное. Я вот недавно был в одной передаче с одним из провластных аналитиков, Корнелием Чуре. Я пытался ему доказать, что правила есть правила, и что их соблюдать необходимо вне зависимости от того, кто находится у власти, и что это есть основа демократии и мирного перехода власти из одних в другие. Потому что если эти правила не соблюдают одни, соответственно, их не будет соблюдать уже никто. И тогда власть можно будет менять действительно только лишь по итогам революции. Так смотрите, о чем мы говорим сегодня. Сегодня мы уже не говорим о том, что существуют определенные правила, что нужно делать вот так или иначе. И мне, короче, господин Чуре очень прямо, открыто заявил. Слушайте, демократическая партия находится у власти, у нее есть свои интересы. Они эти интересы просчитывают, у них есть четко выработанный план того, что нужно делать дальше. Они будут этому плану следовать при соблюдении определенного налета демократических процедур. Вот и все. То есть сейчас нужно понимать, чтобы мы понимали логику тех или иных действий, нам нужно смотреть на интересы, политическую целесообразность и интересы правящей партии. И чтобы люди понимали, правила как таковые соблюдаться больше не будут. Поэтому апеллировать к ним сейчас на данном этапе, мне кажется, уже в какой-то степени бессмысленным. Потому что соблюдать их... Ну это, знаете, это как-то печально, грустно. Это не печально, это вызывающе. Как так? Мы сидим в студии одного из телеканала Кишинева, и мы признаем, что вообще правил нет, закона нет. И давайте жить по законам джунглей. Вот для того, чтобы... Ну это незаконно, джунгли это немного сложнее. Я приду вам один такой простой пример. Значит, в Швейцарии. Вот совсем недавно я там был, на одном очень интересном мероприятии. И там люди рассказывали, которые занимаются вопросами проведения референдумов, как делается это у них. Значит, у них вот с 1890 года существует механизм, где люди могут отменить абсолютно любой закон, который принят швейцарским парламентом. Любой. Для того, чтобы это сделать, нужно 50 тысяч подписей, да? У избирательной комиссии нет права не регистрировать эти инициативы. Она обязана их регистрировать, она их регистрирует. И избирателям 50 тысяч подписей нужно. Там в стране проживает 8, по-моему, 8,5 миллионов, если я не ошибаюсь. То есть у нас... Да, то есть у нас... У нас 3,5 и нужно 200 тысяч. Надо слушать это до конца. И 50 тысяч человек, значит, которые могут инициатив... То есть нужно собрать 50 тысяч подписей, начинается референдум. И если референдум говорит, что тот или иной закон не в интересах населения, люди голосуют против него, этот закон тут же отменяется. Сразу же. Любой закон. И заметьте, в Швейцарии именно по этой причине, потому что люди, которые сидят в парламенте, они очень четко понимают и знают, что над ними висит этот домоклов меч, что в любую секунду, значит, закон, который они принимают, его могут отменить. И, соответственно, это покажет их глубокий непрофессионализм или какие-то узкокорыстные интересы. Поэтому в Швейцарии вообще такого нет, чтобы люди заранее принимали какой-то непроходной закон, писали плохое законодательство, потому что они знают, что в любую секунду могут... Вот это я понимаю механизм прямой демократии. У нас же было известно с самого начала, что люди против изменения избирательной системы. Но ее все равно пропихнули. И, кстати, здесь вопрос вообще не стоит. То есть я абсолютно не согласен с аргументом, что эта система плохая. Она вполне может быть великолепной. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос только стоит в том, что это было сделано в угоду определенным политическим интересам для того, чтобы остаться у власти. И, к сожалению, на сегодняшний день ставки в этой игре настолько высоки, что проигравший потеряет все. И любое какое-то действие прямой демократии, даже самое безобидное, как в этом конкретном случае, его власть действительно опасается. И будет обрывать на корне. Потому что она боится того, что это может нарушить заранее расписанные планы. Это может поставить под угрозу этот план сохранения власти. А я считаю, что в Молдове мы дошли до точки, когда проигравший власть проигрывает все. А все имеется в виду все. То есть здесь идет речь об очень серьезных вещах. К сожалению, мы уже играем в такую какую-то игру, там, если ты не выстрелишь первым, то тогда убьют тебя. Господин Андреевский, а вы согласны с тем, что правил больше нет? Значит, тут в том, что коллеги говорили, есть два лукавства. Первый коллега один заявил, что вот когда было принято это решение о том, чтобы изменить избирательную систему. Кстати, самое интересное, вот мы очень много говорим об этом. Я хочу телезрителям напомнить вообще, о чем идет речь. В Молдове были выборы по партийным спискам. Как когда-то Иоанн Друцца сказал, депутата списку выбирали. И эта система не всех устраивала, потому что на самом деле голосовали за лидеров партии, а в список попадало очень много случайных людей, которые не отвечали перед своими избирателями, отвечали только перед партией. Демократическая партия предложила изменить эту систему, чтобы выборы были только по одномандатным округам. Выступила, начала собирать подписи, собрала там энное количество подписей. Потом началось давление с Европы, что... А как вы думаете, ради чего нет? Есть предложение Венецианской комиссии, седьмого, четырнадцатого, семнадцатого года. Зачем нужны были подписи? Там очень четко говорится о партийной системе с открытыми списками. Я вас не перебивал, кажется, да? Да, но вы говорите, что мы лукавами, мы лукавами. Но я вас не перебивал. Ну, все-таки. Ответьте, три мнения Венецианской комиссии конкретно. Я даже не сказал, о чем вы лукавите, а вы уже меня перебиваете. Да я уже вижу, что вы, куда вы гнете. Так, молодец. Так вот, вот мне нравится. Ну, это ложе и гнете. Не, не, мне нравится эта демократия. Вот там демократия, а тут нет. Я вижу, куда. Я еще пока не поняла. Просто вас нужно ловить на основе. Вы очень много времени у нас скрадете, а у нас его мало. Понимаете? Ну, знаете, извините. Нет, мы все-таки дискутируем. Вы пришли, чтобы только вас выслушивали, да? Мы все-таки дискутируем. Я, если краду, может быть, у телезрителей, но не у вас. Ну, это тоже. Так вот, а может быть, вы крадете? Не знаю, не уверен. Своим бла-бла-бла всем вопросом. Так вот. Почему бла-бла-бла? Так вот, по лукавству. Первое лукавство, которое вы допустили, когда сказали, что власть не консультировалась, не захотела говорить. Слушайте, в парламенте я лично присутствовал. Да перестаньте нести эту чушь. Слушай, вы имеете совесть. Вы имеете совесть. Сейчас, секундочку. Это был цирк для цирка. Эти люди придут к власти. Что же вы имеете властью? Я не представляю. Что же вы имеете властью? Я говорю с властью. Делайте разницу. Вы запекаете рот сейчас. Давайте дослушаем, господин Амбресова. Не дай бог, у вас будет власть. Да у вас про правительственных каналах никто не может вспоминать. Что вы мне рассказываете? Я что, трусь на каналы? Меня пригласили, я пришел. Пусть, давайте дослушаем. Давайте дослушаем. Я за свободную дискуссию, но давайте друг друга дослушать. Где я только присутствовал, было дискуссии. Разные точки зрения. Что вы говорите? Сейчас, секундочку. Давай, давай. Я же никого не перебиваю. Я просто хотел оставить. Вот этот аргумент у вас, он хорош. Но только если бы это было сделано, допустим, в ходе референдума всенародного. Сейчас, секундочку. Вы объясните, почему так не происходит? Секундочку. Были дискуссии, были разные точки зрения. И в результате, как бы, пришли смешанную делать систему. Социалисты вышли на смешанную систему. Пришли, договорились. И вот тогда второе лукавство уже от вас, Влад. Вы говорите, народ не хотел. Откуда вы взяли, что народ не хотел? Потому что у него никто не спрашивает. Сейчас, секундочку. Все опросы показывали, что подавляющее большинство или за одномандатную, или за смешанную систему. Не было ни одного опроса, который показал, верните нам выборы по партийным спискам. Мы только хотим по партийным спискам. Я почему так говорю? Потому что я выступал за одномандатные округа еще в 90-х годах. Я видел вот эту опасность, когда лидеры партии формируют списки, набирают преданных людей. Люди абсолютно не отвечают перед избиранием. Это моя точка зрения. Я ее высказываю. Можно я только добавлю? Да, я вот сказал, в чем... Уточнение. Вы здесь правы. Я с вами согласна. Эти партийные списки, не партия, а такие, сереле и так далее. Я с этим согласна. Холдинги, партийные холдинги. Потому что там... Ну, ведь... Бенефициары, главным бенефициаром. В общем, многим, я не говорю сейчас всем, чтобы кто зашел с 19 мандатами, а сейчас в 60-х. Секундочку, господин Виктор, я хочу донести свою мысль до конца. Очень многим, я не говорю всем, чтобы вы меня обвинили в том, что я как-то вот, знаете, обобщаю. Очень многим было совершенно очевидно, что Демпартия продвигает этот проект не потому, что они так беспокоятся о праве граждан иметь неподкупную элиту, парламент, радикально поменять политический класс, всем, простите, не всем, очень многим, было очевидно, что под этим соусом на самом деле люди пытаются сохранить власть. И все. А зачем? Вот если... А зачем сохранять власть? Нет, нет, нет. Зачем сохранять власть? Сейчас коллега начала говорить, что было столько-то, стало столько. А в чем их партийная система не устраивала? Дорого. В том, что по всем вопросам... Потому что по всем вопросам Демпартия была в этом моменте на наряду, потому что по всем вопросам... Наталья, можно я одну только реплику? Виталий Александрович, ну, аргумент, аргумент, да. В этом есть смысл, согласен. Но я понимаю... И, кстати, я тоже считаю, что одномандатная избирательная система, ну, как бы немного так разбираясь в избирательных системах и законодательствах, я считаю, что она для Молдовы действительно не подходит. Вы просто совсем не в этом, хорошая эта система или плохая? Вопрос совершенно в другом. Вопрос состоит в том, что эту избирательную систему меняли недемократическим способом, без консультаций с народом. И эту избирательную систему меняли только для того, чтобы сохранить власть. И это было абсолютно очевидно для всех. Влад, извини, а когда принимали вот эту систему партийную, было с народом советскому? А в каком году ее приняли? Ну, где-то в 93-м, 94-м ее приняли, потому что до этого были выбирать. Конечно. А в 2013 году пытались опять же перейти на эту систему. Вопрос заключается абсолютно не в этом. Я понимаю, если бы это было сделано демократически, в духе того, что мы называем демократическим государством. И вот это немного противоречит тому, о чем мы слушали от коллеги. Я вас поддержу. Я вас поддержу. Я, кстати, когда я выступал за одномандатную систему, я вообще ее видел немножко по-другому. Я ее видел как открытые партийные списки. Мне считалось, надо укрепить партию, но надо сделать независимых кандидатов, чтобы они шли по открытым партийным спискам. Но мы теперь, то есть, я не хочу опять сказать... Почему тогда не провести большие, широкие консультации из общества? Я тоже поддерживаю, чтобы были референдумы. Конечно. То есть, понимаете, как бы... Вы не согласны с сегодняшним решением ЦИКа? Если это решение законно, его надо спаривать через суд. Но если бы я сидел в ЦИКе, даже если бы это было нарушение закона, что Влад меня никогда не простит, я бы проголосовал бы за референдум. Ну, это уже что-то. Давайте так. Во-первых, почему изменение избирательной системы – это полная ерунда и незаконные действия. Из статьи 75. Вы уважаете какую-то конституцию? Вы вообще считаете, что нужно жить согласно правилам? Абсолютно. Абсолютно. Вот есть статья 75, которая называется референдум. Она говорит очень важную вещь. Важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на референдум, господин Андреевский. Ну, а зачем спорить? Я согласен с этим. Почему власть, которая так борется за мои интересы, как гражданин? Мы ходим по кругу. Почему эта власть не вынесла вопрос изменения избирательной системы на референдум? Это риторический вопрос, но отвечайте, наверное. Потому что ответ был бы отрицательный. Подождите, должно было кто-то инициировать это. Это власть должна была инициировать. Нет, нет, когда это обсуждалось. Власть тот, кто хочет, предлагает, тот это и делает. Когда обсуждался этот вопрос. И они этого не сделали. Они предпочли пойти и собрать 850 фальшивых подписей с огромным количеством нарушений. Оставим. Мы это тоже такой политический проект. Подождите, подождите. А почему тогда вот те, кто были против, не начали требовать референдума? Тогда, когда еще до обсуждения. Подготовка законодательного референдума о принятии избирательной системы, аннулирование смешанной системы сначала. И потом началось еще весной. Это длительный процесс. Я прошу прощения, уточнение одно. У вас поправил Андрей Анастасий, Анастасий Лидер, платформа «Да». Он пишет, что платформа «Да» вообще предлагала пропорциональную систему с открытыми списками. Да, это правда. Это было буквально в прошлом году. Вы знаете, вот ответ на ваш вопрос, потому что это очень важно. Вы говорите, почему тогда, когда принимался закон об избирательной системе, почему этому никто ничего не противопоставил? Я отвечу вам на это просто, просто потому, что общество было раздроблено и слабо. Потому что, если бы такого рода вещи происходили бы в любой другой стране, во Франции бы уже бы сожгли пол Парижа, к примеру. А я попрошу... Им бы не обвинили в господевороте. Наталья, пожалуйста, напишите Андрею Анастасову. Вы можете ему сказать, что он не спорит. Напишите ему, что у них на митинге, когда один из выступающих выступил за домодатную систему, они все проголосовали за. И Андрею Анастасову тоже проголосовал за. В Бухаресте, я продолжу свою идею, в Бухаресте бы, например, наверняка бы вышел бы народ на площадь, просто и там стояла бы вся площадь. За что вышел, я пропустил? За свое право демократическим путем менять власть. Вот за что. За свое право, потому что это право, к огромному сожалению, в рамках этих изменений... У нас что раздоняют народ, кто-то не разрешает выходить? Нет, это право было по сути у народа отобрано, Виталий Александрович. Это право было по сути отобрано. Как отобрано? Демократическим путем поменять власть в Республике Молдова после изменения избирательной системы стало практически невозможно. Почему? Вы считаете, что от этой системы выиграть демократическая партия? Я считаю, что нет. Не важно, что вы считаете, господин Андреевский. Важно, что фактология нам показывает. А фактология показывает следующее. Что? Выборы уже были? Я вам скажу, что... Вы знаете уже фактологию. Из 898 мэрий в этой стране официально 600 подчиняются демократической партии и еще на 100 неудобных, неугодных заведены уголовные дела. Это контроль, вертикаль, контроль власти по горизонтали и вертикали на местных уровнях. Это что значит? Это значит сразу же выгодные позиции в условиях смешанной системы. Кроме этого, после реформы, так называемой оптимизации судов в Республике Молдова, из 43 судов сделали 15, эти 15 судов намного легче курировать по избирательным вопросам в избирательной кампании. Вы что, думали, что сделали на самом деле, чтобы денег Я говорю, что их разделили на три зоны, север, центр, юг, который контролируется тремя важными людьми в судебной системе. Кроме этого, контролируем 80% медийного пространства посредством своего хода. Что вы думаете о них делать? Они создают параллельную реальность, вы это прекрасно знаете. А что мешало по партийным спискам все это делать? Я вам сейчас все объясню. Почему не по партийным спискам? Еще нет, давайте я вам все объясню. Поэтому в условиях, сегодняшних условиях, когда они контролируют центр по борьбе с так называемой коррупцией, так называемый центр по борьбе с коррупцией, когда они контролируют генеральную прокуратуру и прокуратуру на местах, весь этот аппарат, он фактически будет служить интересам демократической партии с ее 2% рейтингом в условиях смешанной системы. И все говорят о том, что есть шанс у социалистов, я считаю, что огромнейшие шансы взять абсолютное большинство демократической партии. Не шансы, они системно это готовят. И все это... Самое время заниматься на рекламную паузу, вас реклама любит господин Глигер. Мы скоро вернемся, оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Во время паузы приняли решение, что самое время поменять тему, потому что мы все-таки объявили о том, что поговорим и о назначении даты выборов в Кишиневе, в Бельцах на 20 мая. Ну и, безусловно, об отставке Танаси. Если вы хотите, может быть, просто короткие выводы на первую тему по поводу отмены регистрации инициативной группы, если желаете, пожалуйста. Да, я так хотел бы, знаете, немного все-таки в рациональное русло вернуть дискуссию. Молдова, конечно, еще не авторитарное государство. То есть у нас, в общем-то, люди еще могут высказывать свое мнение, у них есть определенные рычаги, у нас, по крайней мере, как не пропадают люди, и людей еще не убивают, как это происходило в соседних странах. Знаете, то есть как бы, ну, нельзя говорить, что прямо там у нас вот мы скатились в авторитаризм. Но я боюсь, что если мы будем двигаться такого рода, если мы будем двигаться в этом направлении и идти вот по такой скользкой дорожке, то, ну, Бог его знает, куда мы можем дойти, потому что, к огромному сожалению, системы сдержек и противовесов во власти у нас нет. То есть власть концентрирована конкретно в руках партии, в руках человека, и каких-то противовесов этому в молдавском обществе сейчас нет. Да, еще раз повторю, то есть это еще не авторитарное общество, это еще не то общество, в котором там страшно жить, или в котором подавляются оппозиции, или нет никаких гражданских свобод. Но я думаю, что движение в эту сторону в Молдове началось, и это опасная тенденция. Господин Настасья здесь, чтобы уже закрыть эту тему, пишет вам о том, что вы врете, никогда на площади национального собрания не голосовали за одномандатные округа или за смешанную систему. Точно так же вы врете тогда, когда говорите, что оппозиция никогда не предлагала альтернативной системы. Он прислал ссылку еще на прошлый год, как платформа предлагает пропорциональную систему с открытыми партийными списками. Значит, надо смотреть видеоролики с его митингом, потому что, видимо, он так на себя там любовался, что... Да, на выступление одного человека, на митинге выступает Его поддержали, голосованием поддержали. Но я сейчас хочу сказать о другом. Первое, то, что сказал Влад... Это было в резолюции? И контекст, в котором он говорил, был абсолютно... Влад, вы абсолютно не правы, когда вы говорите, что создалась такая система, и противовеса в этой системе нет. У нас есть свободные СМИ? Есть. Еще есть. Ну, давайте, у нас есть свободные СМИ? Есть. Еще есть. У нас есть оппозиционные партии? Господин Андреевский, у нас есть оппозиционные партии? Послушайте, это точно так же, как, извините, но засунуть в золотую клетку попугая и возить его всегда по загранице и показывать, что у нас есть попугай. о том что когда мы говорим что у нас есть свободный сфин вы знаете в каких условиях на сегодняшний день работают такие сми как наш телеканал журнал зя рудигарда антикоррупция райс вы знаете чего стоит им выживать невероятных усилий поверьте мы живем намного хуже я я понимаю сложно что бы росту будет просто но это ненормально а почему не нормально мы перейдем у нас есть оппозиция есть оппозиция у нас уже было когда коммунисты всем владели нашлась оппозиция поднялась взяла власть кто казалось что все воронин на веки вечные сумели подняться я говорю о том что хватит жаловаться боритесь за свободу слова боритесь за митинги боритесь за власть а не просто вот все плохо 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 оно само не упадет это ненормально что не оппозиции я знаю что такое оппозиция правильно что не что неправильно послушайте когда время коммунистов создаются неравные условия для оппозиции власти меня это не удивляет потому что как бы у власти партии коммунистов а когда у власти находится демократически сейчас это нужно тебя про европейские партии равные условия мне кажется должны быть и равны условия вы хотите чтобы власть вас финансировала что вы знаете как же власть не монополизировала рекламный рынок чтобы она не способствовала монополия власть этому способствует боритесь за рекламу вам дают рекламу есть люди которые все это бизнес доволен что он не может помогать вам это бессмысленная говорите с оппозиционными партиями спросите наталья я был восемь лет в оппозиции к воронину я знаю что такое позиции при воронине у нас сейчас как право господин андреевский служить народу и смотреть ему в рот сейчас секундочку и вот хочу сделать прям так вы хотите прямо так и будет хочу сделать маленькое замечание ваш адрес вы прекратите хорошо большое замечание ваш адрес вы прекратите не давать надо прекращать я прошу я советую вам мягко не надо даже не вы мне не можете ничего хорошо мы по-другому скажем я обращаю что вы думаете смотрите в камеру я вот человеку который как тут я как путин не буду называть навальный вас не назову человек который утверждает меня с путин который утверждает что все демократическая власть уже все захватила что выборы вы что-то не захватили еще что-то вы можете мне конкретно сказать что не вы вообще умеете выслушивать не я вас конкретно хочу просто конкретно не надо вот я хочу сказать что вы за человек такой очень открытый человек ну какой вот я хочу сказать человеку который говорит демократы все захватили что они победят на выборы не верьте люди надо бороться за победу что сейчас уже власть захвачена и это навеки вечны если вы не если вы будете слушать таких демагогов я фамилию андреевский что все потеряно все захвачено так и будет в стране если вы не будете бороться спасибо за внимание неповиновение или на что я призвал на передачи в которые честно говоря она не доставила мне особого интеллектуального удовольствия экстаза я бы так сказал нет но вы кстати на просто до александр в принципе в свое время и я в принципе это очень уважаю на в советское время знал что такое оппозиция поэтому говорит в общем-то об этом отчасти не понаслышке и и в том что он говорит на самом деле кроется зерной истина если так подумать над этим то в том что надо бороться конечно но это понятно конечно то есть и это это абсолютно очевидно нужно действительно предлагать программу которая программу вывода страны из кризиса который поверят люди да действительно это единственный выход двигаться куда-то и и честно говоря пока что вот какой-то такой серьезность стройная программа того что будет после ну и пока в общественном пространстве в спи в общественных дискуссиях не видим я думаю что это крайне важно и с этой точки зрения представить какой-то достойный проект развития страны но это святая обязанность я думаю наш я думаю имеет смысл запустить нашим телеканале проект который называется жизнь после потому что мы так много говорим о том что вот эта власть это очень хорошую мысль что типа вот там все критикуют критикуют все говорят все думают что после будет обязательно лучше а это совсем не обязательно между тем я предлагаю все таки завершить эту тему я напоминаю что в эту программу были приглашены представители демпартии представители центра сберкома но ни одни ни другие не пришли а теперь я предлагаю перейти на ваш выбор либо 20 мая либо все-таки начнем с отставки министра юстиции мне кажется все таки она дана и важны и только мне слова не дали очень коротко очень буквально минуту чтобы мы успели поговорить решение того что господин гигары господин адрески сегодня мы еще раз убедились в том что избирательная центральная избирательная комиссия также блюдет бдет интересы демократической партии и работают в ее виду защиты ее интересов и пресекают любую инициативу которая позволила бы гражданскому обществу непосредственно общаться в законном юридическом формате с гражданами этой страны и поэтому вывод только один это власть боится только ее источника только народа только людей и поэтому мы в качестве инициативной группы мы не отказываемся от нашей инициативы суверенитет в этой стране исполняется и его носителем является граждане тот факт что ангажированный цик отказал нам в нашем конституционном праве не означает тот факт что наше право аннулировано этот институт сегодня себя дискредитировал как вы будете реализовывать и поэтому в условиях захваченного государства условиях ангажированных институтов власти условиях процесса узурпации власти которые мы констатировали на протяжении последних двух-трех лет и в том числе сегодня единственная возможность вернуть на круги своя эту страну это консультировать мнение напрямую наших граждан и разработки формата принятия решений непосредственно используя инструмент прямой демократии и мы не уверен найдем это что это попытка заработиться непосредственно ибо протесты что больше никакого смысла обращаться к коррумпированным ангажированным властям а потому чтобы они констатировали тот факт что конституция предполагает исполнение применение института суверенитета напрямую вторая статья говорит напрямую и посредством избранных вы сейчас можете раскрыть скобки скобки что это сейчас я ничего раскрывать не буду но я вам хочу сказать одну вещь тот факт что шесть ангажированных членов цик отказываются читать и применять конституцию не аннулирует наши права наших прав как граждан и у нас есть и права и обязательства в качестве граждан этой страны эту власть поставить на место а ее место в нашем подчинении понимаете поэтому мы будем звучит красиво я не знаю насколько реалистично посмотрим это поговорим уже в следующих программах я предлагаю перейти все таки дали можно одну только речь я вспомнил еще одну очень важную вещь которую значит обещали в рамках изменения избирательной системы это то что у каждому району по депутату такая очень интересная история что у каждого района будет парламенте каждый район будет представлен своим депутатам как-то получилось что и это обещание кульминске столько всего ведь обещали первое впервые не выполняет обещание получит свою солью но не обязательства александра танаси министра юстиции пока еще не подтверждена потому что завтра ее должен принять либо не примет пример министр филипп что об этом думать господин кульминский а все это вы знаете я я вообще лично к господину танаси отношусь как профессионал то есть я думаю что если бы у такого человека то есть он он действительно очень хороший профессиональный юрист и неплохой менеджер если бы такому человеку дали возможность в современной системы молдова по своему значит профессиональному усмотрению поменять судебную систему страны я думаю что во многом серьезные вещи у него получились но к сожалению своих действиях судя по всему он был не самостоятельным и свободы маневра то есть пространство для для собственной деятельности видимо у него не было я в этой всей истории подметила только контраст огромный между значит первым заявлением господина танаси о появившемся его разговоре с господином платоном где он в принципе говорил что это совершенно малозначная вещь но боже мой бывает ничего страшного забыли послушали пошли дальше и вторым который появился буквально на следующий же день где он сказал что что он об этом хотела спросить что что он сказал что он сказал но на втором скажу что он уходит в отставку да то есть он как бы поговорить что я потерял общественное доверие ввиду этого мне ничего не остается другого как уйти в отставку что произошло в течение этого дня я не знаю может быть были какие-то знаете как обычно когда люди заниматься значит черными технологиями как правило сначала вбрасывают что-то такое малозначащее да для того чтобы общество накалить разогреть а потом за этим наверное последовать должен был бы вброс чего-то намного более значимого то есть может быть готовить за эти сутки господин танаси мог это понять может быть ему могли дали послушать может быть как бы он какие-то 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 ну что-то такое очень действительно странно потому что его первая инстинктивная реакция была на мой взгляд такая достаточно взвешенная ну послушаем на его отставка это удар по кому и со стороны кого но я думаю что это наверное там действия начинаются активные боевые действия со стороны господина платона у которого насколько я знаю в принципе там Много есть разного рода интересных записей, интересных свидетельств. И, ну, наверное, в каком-то смысле он начал отвечать на то, что происходит с ним. Кстати, надо напомнить, в тот день, когда был объявлен Платон в международный розыск, я до него дозвонилась, а у нас на тот момент было 4 иска между Платоном и нашим телеканалом. Он подавал иски против всех программ, где мы говорили про Ландромат и так далее. И не только про Ландромат, но и про украденный миллиард. Я его спросила о том, что, может, самое время... Да там на 100 лет судебных разбираний спросить. Нет, может быть, самое время прийти и дать эту реплику, потому что он во всех исках просил у нас дрептула реплика, право на реплику. Я говорю, ну, самое оно, международный розыск, может быть, настало время. И он мне на удивление ответил, да, настало время, но дай мне пару часов, я подумаю, когда мы сделаем программу. Через пару часов он мне перезвонил и сказал, что давай лучше запишем ее завтра. По скайпу была договоренность, он находился в Киеве, потому что настало время сжигать мосты, и я буду показывать определенные вещи. И из нашего с ним разговора стало понятно, что у человека много чего есть. Но не удалось. Вечером того дня он был арестован. Я думаю, что это, скорее всего, с его стороны удар по власти. Каким образом это аукнется, это большой вопрос. А на самом деле, в лице господина Танасина, ну, мне лично жалко, что система потеряла достаточно неплохого профессионала, который реально мог бы определенные вещи в судебной системе поменять. Господин Андреевский, ваше мнение об этом факте? И вообще о том, как это произошло? Я очень уважительно отношусь к этому человеку. Я считал, что его приход на пост министра, вторичный приход, это, в общем-то, очень хорошее явление, потому что это действительно очень глубокий профессионал. Можно было соглашаться, не соглашаться с его политическими взглядами, с какими-то политическими заявлениями. Но это очень действительно профессионал. Я вижу две причины, на мой взгляд. Это чисто субъективное мнение. Я с ним так шапочно знаком, общался, но не скажу, что там близко знакомые. Первая причина, что он действительно посчитал, что проводить глубокие реформы, работать с европейцами и все же иметь на мундире немножко пятнышко, это мог же создавать значительные проблемы, потому что он находится в власти, есть оппозиция, которая будет постоянно эту тему баражировать, будет постоянно на эту тему говорить. Это первая причина. А вторая, я не исключаю, честно, такой психологический слом. Дело в том, что, я бы всегда скажу такое странное сейчас мнение о молдавском политике, Танас очень интеллигентный человек и очень, как бы, такой в себе человек. Он пришел на министерство, где надо было очень много резать по-живому. Вот я хочу привести такой пример. Когда-то он участвовал в одном суде в качестве адвоката, и судья там кое-что сфальсифицировал, но в конечном итоге ему удалось добиться победы своего клиента. А потом прошло такое время, но он не знал, что судья сфальсифицировал. Он первый раз стал министром юстиции, к нему пришли и сказали, «Слушай, вот этот человек сделал такую гадость, давай, включи все рычаги и посадим его». Он сказал, я не буду это делать. Если бы я как адвокат, я, может быть, сейчас делал. Как министр я не буду отыгрываться сейчас, пользуясь своим положением. Это для меня очень важный такой момент. Так вот, я хочу сказать, там надо сейчас действительно резать по-живому то, что касается посудия. Надо резать по-живому то, что касается всей системы этой. И, видимо, для него это достаточно тяжело, потому что за этим какие-то конкретные человеческие будут трагедии и так далее и тому подобное. И власть жестко требовала от него результатов. Надо было, ну, извините за выражение, где-то пройти по трупам, чтобы добиться этих результатов. Потому что реформу у нас можно сделать только вот так. Отсечением не отсекать кусочек. Но он этого не мог не понимать перед тем, как перейти в это министерство. Ему, может быть, казалось, он все же немножко... То есть вы хотите сказать, что, возможно, господин Танаси воспользовался этой ситуацией, чтобы просто уйти? Мне кажется, что ему было тяжело. Он немножко хорошо себя чувствовал в суде, где он был как бы самостоятельный и так далее. А тут работать в этой системе, где жесткие требования, где надо выдавать на гора постоянные результаты. Я повторяю, эти результаты с определенными жертвами. Мне пишет Эдуард Руденко, адвокат Вячеслава Платону. Добрый вечер, Наталья. Мы не причастны к этому. Я говорил с Платоном сегодня, он тоже ничего не знает об этой записи. Как минимум, он ее не отдавал. Ну, сейчас мы будем гадать, кто отдавал, какая. Не важно. Я читаю это, не интересует, чья это была запись. Господин Григорь, ваше мнение об этой отставке? Я немножко не понимаю эту эмпатию в отношении господина Атанаса. Он является автором многих реформ, которые в конце концов были признаны также им, на его последней должности, как краткосрочного министра, как неуспешный. А тот факт, что он согласился стать министром юстиции после того, как он был председателем, членом и председателем Конституционного суда, фактически поставил под сомнение всю его деятельность в качестве члена Конституционного суда и председателя. Почему объясните Крогену? Это люди, назначенные правительством, парламентом и так далее. Это тоже живые люди, у них тоже есть, к ним тоже нужно применять обычные, стандартные мерки. Это не, как вам сказать, они ничем не отличаются, если мы возьмем по большому. Почему мы так сильно критикуем нашу судебную власть, но так как тоталитерантно относимся к ангажированным мнениям Конституционного суда. И вот этот человек, у которого несколько таких мнений, решений Конституционного суда, которые являются более чем политическими, этот человек принял должность министра в правительстве, которое контролируется сегодня в государстве, к слову, названным Генеральным секретарем Совета Европы, захваченным. Этот человек практически наложил огромную черную тень на всю его деятельность в рамках Конституционного суда. Я не понимаю, почему об этом не говорят и почему люди не рассматривают это под этим углом. А теперь случилось то, что случилось. Я чувствовал от господина Танаси, что он очень недоволен текущей ситуацией, что его привели в это министерство на позициях, на ролях пожарника. Это было видно по его большой пресс-конференции, где он объявил о тех переменах, которые должны произойти. Правильно, о которых он признал все те проблемы, которые существуют в системе, огромные системные, серьезные проблемы, которые фактически... Он фактически говорил о том, что реформа, тот план реформирования судебной системы не удался, что все это несостоятельно, что нужно фактически все начинать заново. Он говорил о изменении судебной системы непосредственно. Он говорил о фактически возвращении к предыдущей судебной системе, формату судебной системы, судебных уровней, которые у нас были, судебных инстанций, уровней судебных инстанций и так далее. То есть я вот как-то вот так на это смотрю. Почему? Была ли эта запись основным предлогом или мотивом его отставки или нет? Он фактически согласился сыграть очень сложную партию, проигрышную, потому что в рамках этого государства невозможно было провести судебную систему. Я поняла. Нужно вернуть сначала в Касционное поле это государство, а потом проводить как-то... Очень короткий вопрос. Пожалуйста, ответьте «да», «нет». Просто вчера мы с коллегами вспомнили о том, что вообще-то у нас был случай подобной отставки, когда один из министров объявил о своей отставке. Это был Юрий Лянко, на тот момент министр иностранных дел. Но премьер-министр Влад Филат не принял его отставки. Вообще, возможно, вы допускаете такой вариант, что завтра премьер-министр Филипп скажет, что у него нет никаких вопросов, и господин Танасий должен довести свой мандат по реформированию юстиции до конца? Да, нет? Я думаю, что нет и нет, потому что я думаю, что в первую очередь господин Танасий просто, ну что ли, спрыгнул с горящего поезда и ушел из системы, которая... Поезд горит? Я думаю, да. Господин Андреевский, коротко. Я думаю, что нет, это окончательное его решение, и я думаю, оно будет поддержано премьером. И Штефан Григорь? Однозначно спрыгнул с горящего поезда, я думаю, он даже рад этому предлогу, который появился, но также считаю, что он начнет политическую карьеру на выгодных условиях для демократической партии. Я думаю, что эта возможность для него как раз была закрыта. Я думаю, да, судя по тому... Я, кстати, вчера попыталась пригласить... Я вчера попыталась пригласить... Он очень неплохой политик, на самом деле. Это, кстати, да. Я вчера попыталась пригласить господин Танасий, он сказал, что он процедирует новое коммуника кумими, не иметь ничего, да, это по субъекте политича. Этот ответ был довольно четкий, мне кажется, что более чем понятно. Далее, для политической карьеры в рамках демократической партии этот уход будет вообще непонятен. Зачем уходить и работать? Политическая карьера вне рамках демократической партии тоже непонятна, потому что надо было тогда уходить хлопая дверью. Я ушел, ухожу, потому что он мне это ни второго не сделал. Спасибо вам большое. Мы, к сожалению, не успели поговорить о дате выборов, но я думаю, что у нас еще будет много других возможностей. Спасибо большое. Увидимся завтра в 21.30. Спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон»